В 2023 году стартовала федеральная программа по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни, нацеленная на сокращение рисков развития хронических заболеваний у населения. Профилактические осмотры можно пройти в любой день, но для людей, у которых нет возможности обследоваться в будни, проводятся единые дни диспансеризации. Во врачебной амбулатории Южная они проходят два раза в месяц по субботам. В зависимости от пола и возраста пациента у него бывает определенный набор исследований, которые он проходит, направленный как раз-таки на выявление хронических заболеваний или каких-то патологических состояний, которые характерны чаще всего для его возраста, для его возрастной группы. Основной упор ставится на раннее выявление неинфекционных заболеваний, которые имеют наибольшую социальную значимость. Онкология, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания. При выявлении факторов риска к развитию патологии проводится консультация и назначается лечение. На диспансеризацию обычно мы берем биохимию и общий анализ крови. Также берем на инфекции. На профилактическом осмотре планово проводятся общие и биохимические анализы крови, ЭКГ, флюорография, маммография. Диспансеризация позволяет проверить свое здоровье без лишних трат. Все расходы берет на себя государство. От пациента необходим только полис обязательного медицинского страхования. Согласно законодательству Российской Федерации, каждый пациент по согласованию со своим работодателем имеет полное право посетить отделение профилактики, пройти диспансеризацию и получить справку, освобождающую его от труда на один рабочий день. Единые дни диспансеризации помогают выявить заболевания на ранних стадиях и позволяют из года в год отслеживать динамику здоровья пациентов. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok